Здравствуйте! В эфире телеканал Арес Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Пожалуй, трудно сейчас найти человека, который ни разу не обращался бы за медицинской помощью. Работникам сферы здравоохранения люди доверяют важнейшую ценность – здоровье, свое и своих близких. От профессионализма врачей, фельдшеров, медсестер, младшего персонала зависит, по большому счету, продолжительность нашей жизни. И, пожалуй, именно поэтому так важно не оставить без внимания регулярную, квалифицированно оказанную помощь. Кумертауских медиков по этому поводу чествовали накануне в ДК «Рассвет». В России День медицинского работника отмечают каждое третье воскресенье июня. Традиция не стала исключением и для кумертауских представителей одной из самых гуманных профессий. Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, провели заранее. Принял его в своих стенах ДК «Рассвет». Небольшой фуршет перед основной частью исполнил функцию регулятора настроения. После – церемония награждения в перемешку с выступлениями местных артистов. ПЕСНЯ 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 С профессиональным праздником медиков поздравила замглавы администрации Наталья Лапшина. Она отметила важнейшую роль хранителей здоровья в социальной сфере города и их неоценимый вклад в благополучие жизни горожан. Лучшие удостоились наград. Не остался в стороне и главный врач городской больницы Олег Астахов. Он поблагодарил своих коллег за ежедневный титанический труд, направленный на улучшение здоровья и тоже вручил награды разного уровня. У нас случайных людей все-таки нет. Я так считаю. Это мое мнение как руководителя нашей больницы. Все люди достойные. Наоборот, я считаю, не всех сразу можно охватить наградами. И это не есть цель, конечно, но самых достойных мы все-таки из достойных сегодня выделили и почилили. В течение мероприятий работников сферы здравоохранения отметили почетными грамотами, нагрудными знаками, благодарственными письмами и памятными подарками. А творческие коллективы городского округа поздравили медиков своим способом. Виновники торжества в этот день и сами поздравляли друг друга с наступающим праздником. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я хочу поздравить своих коллег, сотрудников нашей больницы с наступающим праздником медицинского работника. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, удачи в их творческой дальнейшей работе и всего самого наилучшего. Отмечу, что днем позже кумертавских медиков признали лучшими врачами года. Награждение победителей соответствующего республиканского конкурса прошло в Министерстве здравоохранения Башкортостана. Почетные награды более чем 50 специалистам вручил министр здравоохранения. В номинации лучший врач лабораторной диагностики отмечена Римма Гизатулина, а лучшим инфекционистом признали Ольгу Тарасову. В Кумертау проходит пора детских пришкольных лагерей. Ребята активно отдыхают и ходят в музей и парки, организуют развлекательные программы. Традиционную помощь в детских развлечениях оказывают сотрудники ДК «Рассвет». Накануне Дом культуры в своих стенах принял дискотеку и веселые старты. Если детям весело, то с большой долей вероятности можно предположить, где-то рядом высовет Дома культуры «Рассвет». В этот раз сотрудники Дома культуры не покинулись тем заведения, а пригласили детей прямо к себе. В хоре на втором этаже для младших школьников организовали дискотеку и подвижные игры. Пришли воспитанники Центра дневного пребывания школы номер один. Сегодня здесь просто развлекательное шоу. Мы очень часто посещаем рассвет, замечательные мероприятия. Нам очень нравятся костюмированные, очень хорошо подготовленные, с декорациями. Судя по отзывам, толковые развлечения, по крайней мере детских, рассветовцы знают. Для ребят организовали дискотеку и наглядно продемонстрировали, чем на ней обычно занимаются. Несложные движения подхватывались буквально на лету. Дискотека и мацевики не ограничились. Они подготовили для детей и обширную игровую программу с веселыми стартами, эстафетами и нешуточной конкуренцией. До соревнований допускались только те команды, которые смогли придумать себе оригинальные названия. То есть состязались не только в скорости и ловкости, но и в остроумии. Дискотека и мау ДК «Рассвет» оказывают такие услуги. Ребятам у нас проходят театрализации на сцене со сказочными героями. У нас проходят игровые программы фойе с эстафетами, с танцами. И также у нас проводится школа актерского мастерства, где мы учим детей работать на сцене, как себя правильно вести. Вот так вот развлекаем детей, как можем. Сегодня мы играем, сегодня мы танцуем, сегодня у нас такая игровая программа – эстафеты, флэш-мобы, танцы. Напомним, что помимо прочего сотрудники Дома культуры «Рассвет» начали проводить и традиционные выездные игры с детьми во дворах. График праздников в двора опубликован на сайте Дома культуры. А о том, насколько удались минувшие танцы и веселые старты в холле, судить в первую очередь детям. Нравится, что приедете? Да. А почему приедете? Потому что нравится. Интересно. В Большом зале Кумерталской администрации провели семинар совещаний по вопросам охраны труда. Совещание провела директор филиала регионального отделения Фонда социального страхования Ольга Савко. Предотвращение трудовых травм и профзаболеваний. Именно за такой подход выступает Министерство труда и Фонда социального страхования. Напомним, работодатели платят взносы в Фонд социального страхования. И эти средства по действующему закону предназначаются в первую очередь для помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Но гораздо важнее, чтобы тратить больше средств на профилактические меры. Об этом шла речь на семинаре совещаний со специалистами и руководителями организации города. О нововведениях в законодательстве рассказала директор филиала регионального отделения Фонда социального страхования Ольга Савко. Основная задача семинара – еще раз обратить внимание работодателей на проблемы охраны труда и дать разъяснение по возникающим вопросам. В том числе свести к минимуму воздействия вредных факторов и сделать рабочие места более безопасными за счет их технологического оснащения. В соответствии рабочих мест необходимым требованием проверяет специальная комиссия. Одной из предупредительных мер является проведение специальной оценки условий труда. Она сейчас называется раньше аттестация рабочих мест, теперь спецоценка условий труда. Вот предприятия и учреждения и организации, то есть страхователи, должны провести специальную оценку условий труда. И оплату этих мероприятий они могут получить за счет средств Фонда социального страхования. Как рассказала Ольга Савко, организации могут получить разрешение не перечислять до 20% страховых взносов от несчастных случаев на производстве и расходовать их на проведение профилактических мероприятий. В заключении Ольга Викторовна ответила на вопросы из зала. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.